Госдума приняла законопроект об индексации пенсии работающих пенсионеров. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтении. Согласно законопроекту, пенсии будут индексироваться с 1 февраля 2025 года. По новой системе выплаты будут рассчитываться на основе потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учётом всех индексаций с 2016 года. Каждый год на это будут выделять не менее 100 миллионов рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что изменения затронут почти 8 миллионов человек. Индексация пенсии работающих пенсионеров была отменена с 2016 года. К 11 годам колонии и строгого режима приговорили героя России подполковника Ирека Магасумова за убийство 18-летней девушки. Военные планируют вернуться на СВО. По версии следствия, подполковник Магасумов вместе со служивцем Павлом Яскевичем познакомились в луганском кафе с 18-летней Дарьей Киселёвой и её подругой. После закрытия кафе военные предложили девушкам пострелять из пистолета. Один из выстрелов смертельно ранил Киселёву. В Екатеринбурге начался процесс по делу журналиста Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже. Заседание проходило в Свердловском областном суде в закрытом режиме. Журналистов пустили только на протокольную съёмку. В суде присутствуют десятки представителей СМИ, в том числе западных, а также генеральный консул США. Журналист Иван Гершкович был задержан 29 марта 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Следствие утверждает, что журналист был пойман с поличным, но никаких доказательств этому предоставлено так и не было. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В Госдуму внесли законопроект о запрете иностранным агентам и иностранным гражданам быть членами Общественной палаты Российской Федерации и региональных палат. В 2020 году Путин заявил, что статус иностранного агента не ведёт к запретительным шагам со стороны государства. В мае 2024 он подписал закон, запрещающий иностранным агентам избираться на выборах любых уровней и наблюдать за ними. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал закон очень гуманным, демократичным и либеральным. Я не признаю и не уважаю ваш суд. Он служит не справедливости, а нацистской диктатуре Путина. Убийцы подлеца тирана. Публициста и диссидента Александра Скобова оставили в СИЗО. Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляцию на его меру пресечения. В самом начале заседания Скобов отказался признавать авторитет суда и отвечать на его вопросы и не стал даже обставать по просьбе судьи. Суд оставил активистку Марию Андрееву в статусе иностранного агента. Одним из важнейших доказательств, представленным Миньюстом в ответ на иск Андреева, является отсылка к интернет-ресурсу российское ультрапатриотическое движение Antimaydan.ru. Именно в связи с представленными там сведениями Миньюст сделал выводы, что Андреева является главой движения «Путь домой». При этом достоверность ресурса вызывает сомнения. Установить администратора невозможно, как СМИ или общественное движение Antimaydan.ru не зарегистрирован. По словам адвоката Натальи Тихоновой, в справке, которая направлена Роскомнадзором в Миньюст, чётко утверждается, что по неподтвержденной информации Андреевая может являться лидером движения. 9 вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск сошли с путей на перегоне под Интой в республике Коми. Около 70 человек пострадали при железнодорожной аварии под Интой, сообщают в органах. Всего в перевернувшихся вагонах было около 150 пассажиров, о погибших не сообщается. МИД Российской Федерации заявил о персональных санкциях в отношении граждан Новой Зеландии и Австралии. На сайте ведомства появились два заявления о наложении персональных санкций на антироссийский настроенных граждан Новой Зеландии и Австралии. Санкции выражаются в бессрочном запрете на въезд в Россию. В каждом из заявлений находится поимённый список людей, формирующих антироссийскую повестку дня.